Всем привет. Сегодня будем распаковывать новый фен паяльный квик 857 wd plus. Решил купить на смену своему старому по причине поломки и решил не брать больше такой же конструкции попробовать другую хотя первоначально я скептически относился к таким моделям сейчас распакуем и уже посмотрим вблизи что же там а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Так, распаковали. Первое впечатление. Во-первых, это китайская вилка здесь. Мне уже не нравится. Не знаю, как вообще бывает ли с евро или они все с китайским. Ну хорошо, хоть положили переходник. Хотя вроде у меня к всему скородетка есть, туда можно и напрямую вставить. Здесь у нас ручка. Можно поставить справа либо слева. Четыре насадки под винтик. Во-вторых, это у нас получается компрессорная. У нее внутри все находится. Соответственно, ручка у нас легче. Здесь шланг. Мне почему-то не нравится шланг. Не знаю, почему. У меня какая-то шлангофобия. Мне все время кажется, что он порвется. Посмотрим. Вот. Но купил я именно со шлангом из-за того, что у меня был турбинного типа. То есть вентилятор находился в ручке. А здесь вместо шланга идет провод, который регулирует поток, температуру. Короче, все через него. Но он мне долго прослужил. Где-то лет пять точно. В итоге он у меня в каком-то месте перегибается и начинает датчики у меня с ума сходить. Решил в этот раз попробовать со шлангом, чтобы, по крайней мере, ручку не пришлось менять. Судя по наклейкам и всяким QR-кодам, это похоже оригинал. Но это не точно. Также вилка не съемная. Это мне тоже не нравится. Здесь вот предохранитель на 3 А есть. Но здесь вот написано дата. 21 год. То ли 5 апрель, то ли 4 мая. Непонятно. Но, в общем, свежак. Что радует. 580 Вт. Возможно, все-таки это оригинал. Ну, да ладно. Вот. Здесь такая ручка. Интересно. Переносить можно. Он достаточно компактный. Здесь у нас аэроконтроль. Это видим поток. Температурный контроль. Температура. Тумблер спереди. Здесь вот такая пружинка. Вот. Взял именно маленький, чтобы можно было поставить куда угодно. Довольно-таки легкий. Здесь, скорее всего, возможно, даже и этого нету. Какого трансформатора. Хотя, вроде, тяжелая какая-то есть. По идее, должен быть. Вряд ли здесь импульсный блок стоит. Снизу какая-то дырочка. 3 дырочки. Выглядит не очень профессионально. Да ладно. В общем, куплен был в магазине Super Ice. Тупо по цене искал самый дешевый сайт. И чтобы не покупать через Китай, с их пошлинами, сейчас таможенными, возможными, решил найти на территории России. По цене, кстати, вышло 7 тысяч рублей. В Алиэкспрессе можно за 7 тоже купить. Но скидка 500 рублей благодаря одному человеку мне помогла купить ее по цене с Алиэкспресс. Так она у них 7,5 стоит. Спасибо Владимиру за скидку. И за доставку даже. Вообще очень выручил. Тестировать будем, наверное, попозже. Пока просто распаковка. Как время будет. Попробуем. Здесь у нас один экранчик. Соответственно, температурный. Где-то я читал, что ручку, по-моему, можно даже убрать. Если изнутри ее открутить, то можно будет ее убрать и сверху что-нибудь еще ложить. Может, даже мы ее разберем. Не знаю пока. В общем, такая распаковка. Какие еще мысли сейчас придут в голову. Да запишу. Да, еще пару моментов. Здесь у нас температура от 100 до 450. Шум 70 децибел, не больше. 50 литров объем какой-то. Вот. И тут, судя по рисунку, я так понял, я не совсем правильно понял принцип действия этого компрессорного. Помимо того, что здесь внутри компрессор вместо ручки, от всего остального, похоже, больше ничем не отличается. То есть, судя по картинке, здесь в ручке тоже находится какая-то электроника и сенсор вот какой-то. И получается, у нас внутри шланга еще провод идет, если я правильно понял. И вроде бы чувствуется, что там что-то есть. Он не пустой. Я почему-то думал, что здесь сразу идет горячий воздух, нужно и все. А ручка типа просто управляющая. Но здесь все-таки что-то внутри тоже есть. Не просто так все. И при желании это тоже, короче, может перегнуться. Так что я не совсем то, что я думал. Ну да ладно. В любом случае, его хвалят в соотношении цена-качество. Предыдущий фен мне стоил, по-моему, тысячи три. Этот стоит семь. В своем ценовом диапазоне. Можно купить только, наверное, будет турбинный. Компрессорный я не знаю. Наверное, остальные все дороже идут. Потому что какие-то ноу-неймы дешманские. Можно дешевле купить. Но самым считается соотношение цена-качество квика вот эта модель. Так что будем на нее надеяться, что все не зря. Вот. Пока на паузу. Так, подключил фен. Поставил ручку с левой стороны. Хотя по умолчанию она по креплению идет с правой. С обеих стороной с винтики. Но вот здесь вот нужно панельку перекидывать. Чтобы ее налево сделать. Потому что она только с одной стороны. Крепится. Верховка к верху. С другой стороны у вас не будет ручка фиксироваться. В общем, вроде бы... Ничего сложного. Поток, температура, все как обычно. Ручка вроде бы полегче. Чем я предыдущий. Шланг, конечно, более громоздкий. Неудобный. Вот мой друган предыдущий. Вот в каком-то из этих мест у него перегиб. И он периодически выдает ошибку на дисплее. А так вполне себе еще рабочий. Единственное, здесь ручка больше. И здесь пропеллер. Этот вентилятор находится у ручки. Здесь же он находится внутри. Но по функционалу провод все равно внутри находится. Я думаю, здесь просто шланг. Поэтому, как бы, не знаю, смысл есть ли. Может быть, более точную температуру передает. Не знаю. Мне хватало этого. Я привык к нему. Думаю, даже, может, его оставлю чисто. Закреплю на третьей руке. Там будет висеть все время. Здесь вот сверху, типа, если что-то сверху нагревать, тот же экран, чтобы руки свободные были. Я иногда его так использовала. Но так как постоянно в разных положениях им неудобно пользоваться. Если я его зафиксирую в одном положении, то будет нормально. Здесь тоже в свое время была, видимо, китайская вилка. Я ее врезанул, поставил евро. Радикально решил. Действовать. Причем у нас то же самое, как в WIKI. Здесь 6 Ампер даже. Здесь у нас шейка 858D. Но разновидностей их полно. Всякие боку и так далее. В функционал все то же самое. Только здесь поток, крутилка, температура кнопками. Здесь и поток, и крутилка. О, и поток, и температуру крутилками. Все то же самое. Также дымблер спереди. Но этот более компактный. Здесь, по-моему, все равно внутри занимает он не все пространство. Не знаю, зачем мы его таким громоздким сделали. Там еще просто, наверное, турбина находится. Поэтому она больше места занимает. Здесь же меньше места. Вот. Будем так что пробовать. Будем надеяться, что здесь при меньших температурах можно будет паять, чем на этом. Здесь я примерно где-то на 320 максимум. От 270 до 320 ставил, чтобы паять свинец без свинец. Здесь же, думаю, на 250 максимум. Остановимся. Будем надеяться, что он на 250 с нижним подогревом будет выпаивать. А вот без нижнего возможно придется тоже больше ставить. В общем, не знаю. Буду пробовать. Такой вот нижний подогрев, кстати, самодельный пока что. Со временем, надеюсь, куплю себе другой. По настроению. В общем, так. Ручку пока снимать не буду. Но, может быть, уберу. Если что-то сюда ставить, то она мешает. Посмотрим по ходу дела. Так, больно больше рассказывать. С тем нечего. Фен он есть. Фен. И в Африке фен. Так что, всем пока.